В этом году более 300 славянских ребят отдохнут в здравницах Краснодарского края. Бесплатные путёвки они получили в Управлении социальной защиты населения. Наши корреспонденты узнали, что необходимо, чтобы получить путёвку, а также пообщались с родителями, отправляющими своих детей на отдых. С подробностями мои коллеги. В полвосьмого утра около речного вокзала начинают собираться дети и их родители. Всем этим мальчишкам и девчонкам посчастливилось во время летних каникул отдохнуть в лучших детских оздоровительных лагерях Кубани. И если ребята немного волнуются перед путешествием, то родители, бабушки и дедушки не скрывают своей радости по поводу выпавшей возможности бесплатно оздоровить своего ребёнка. Мы подали заявление, как дети мобилизованного отца. Нам позвонили с соцобеспечения, сказали, вы готовы. Мы сказали, да, конечно. Двое детей отправляем в лагерь. Здорово, что они будут на море. Во-первых, от телефонов отдохнут. Там есть такая возможность, что можно забирать у них телефоны, и по времени у них будут им выдавать. Во-вторых, мне кажется, это просто опыт общения с другими детьми. Не только, что они будут сидеть дома или ходить на какие-то спортивные мероприятия, но ещё это со всего района собираются, со всего края дети пообщаются. Эти ребята поедут отдыхать в детский лагерь «Фламинго», посёлок Перес и Птемрюкский район. Также славянские школьники будут оздоровляться в Анапской жемчужине и посёлке городского типа Джубка. Чтобы получить путёвку, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения. И делать это лучше в самом начале года, поскольку желающих очень много. Для начала нужно встать в очередь, либо через нас, либо через МФЦ. Но чтобы получать путёвки именно оздоровления от соцзащиты, нужно являться получателем соцспособия, состоять на учёте в социальной защите населения. На середину июля в детских здравницах Кубани уже отдохнули 210 юных славянцев. До конца лета распределят ещё 120 путёвок. Пожелаем ребятам хорошо отдохнуть на море и набраться сил перед новым учебным годом. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».